Привет! Всем когда-либо казалось, что за ним следят, но мало кто мог представить, что за ним следят из его компьютера. Diviner.exe То, что я хочу вам рассказать, случилось со мной совсем недавно. Эта история абсолютно реальна, и я выкладываю файл, фото и видео сюда, в доказательство достоверности истории. Сразу предупреждаю, что этот файл чрезвычайно опасен для вашей психики. Если правильно его использовать, то я думаю, можно предугадывать будущие события, но правда это лишь догадка. Перейду к истории. Дело было вечером. Я решил поностальгировать и достал целую упаковку дисков болванок, записанными на них моими старыми фотографиями, видео и прочим барахлом. Множество забытых воспоминаний всплыло в моей голове. Во время просмотра каждого диска очередь дошла до болванки, на которой зелёным маркером написано мини-игры. Я вставил диск в дисковод. Содержимым диска было множество мини-игр, в которые я любил играть в прошлом. Я дико обрадовался и принялся листать папку вниз, вспоминая каждую игру, читая их названия. Но была одна игра, которую я ну никак не мог вспомнить. Она называлась DIVINE, что переводится как «Прорицатель». Я открыл папку с этой игрой. Внутри был файл diviner.exe и папка с названием pdns. Внутри папки было два файла формата dll. Странно, я ни разу в жизни не играл в эту игру. Не мог же я просто не заметить её раньше. Но как она попала сюда? Недолго думая, я открыл файл diviner.exe двойным щелчком мыши. Появился чёрный экран, длительностью около 4 секунд. А следом за ним последовало изображение с пикающим звуком. Причём пища не издавали не колонки, а сам компьютер. Точнее, системный блок. Справа стоял человек, одетый в синеватый длинный пиджак с фиолетовой бабочкой. Его руки, кажется, были убраны за спину. Хотя я не уверен. На ногах у него были коричневые штаны. А лицо было до ужаса бледным. На котором серым цветом выделялись квадратные глаза. Ах да, я не сказал, человек состоял из пикселей. Причём огромных. А также было ощущение, что его вырезали из какой-то другой картинки. И просто приклеили сюда. Вместо курсора появилась пиксельная стрелка. Двигающаяся ужасно медленно. Рядом с прорицателем слева было поле для ввода. Это я понял не сразу. Я пытался сделать скриншот игры, но вместо изображения в графическом редакторе появился однотонный серый фон после вставки с выставленным мною разрешением экрана. Поэтому я сфотографировал монитор. Но не буду рассказывать о своих первых впечатлениях. Я перейду сразу к закуске. Игра будто бы создана неумелым программистом. Ничем визуально не выделяется. Смысл игры это что-то вроде шара предсказаний. Но знаете, в интернете множество таких приколов существует. Но суть в том, что все слова-прорицатели являются правдой. Я спросил у него, «Who am I?» И он ответил, «You're Roman Kikin». Это было правильно. Черт возьми. Ничего, кроме правды, от него невозможно услышать. Но писать можно только английскими буквами. Отвечает он, соответственно, тоже по-английски. А в вопросе к прорицателю стоит ограничение. В, кажется, 13 символов. Что сильно сужает круг вопросов. Игра весит 67,6 МБ. Свойства эхофайли Экзе не сказано ничего, за исключением его веса и даты создания. 14 июля 2001 года. Время 16.35. Ограничение символов в вопросе не даёт возможности спросить что-нибудь о нём. Но один вопрос я всё-таки сумел придумать. «Who are you?» После того, как я задала ему этот вопрос, компьютер стал дико пищать и издавать ранее мною неслыханные звуки. Повторяю, пищение исходило из системного блока, а не из колонок. На экране стали появляться несчитабельные символы. А вскоре на весь экран показалось лицо прорицателя, но оно было пиксельным. Орд, его лица нельзя было разглядеть. Размытое лицо прорицателя медленно начинало становиться чётким, и во время этого процесса экран резко потух, а компьютер перестал издавать скрежущие звуки. Спустя пару секунд на монитор вылез синий экран смерти. После перезагрузки всё пришло в норму. По скрипту выложил видео для тех, у кого игра может не пойти, так как у моего друга, которому я принёс к диск, игра не запустилась. Снимал я с фотоаппарата, потому что при записи с помощью программы Фрэпс вместо изображения всю длительность записанного видео был однотонно серый фон. Перейдём к информации. Существует два видео с прорицателем. Концовку первого вы уже видели, второе намного интереснее. Начало не очень пугающее. Оператор пишет прорицателю, I love you. Прорицатель отвечает, nobody loves me. Далее следует фраза, I hate you, everyone hates me. Далее идёт самое сладкое, Роман пишет, I kill you. Прорицатель же спустя несколько щелчков мышью говорит, you can't. Роман пишет, why? Под жуткие писки ему следует ответ, do you really want to kill me? Изображение прорицателя тоже изменилось. Оператор вводит на экран фразу, no. Прорицатель же говорит, you lie. Ответ романа такой же, no. На лице прорицателя появилась улыбка, и он говорит крайне нейтральную фразу, I know all. Затем лицо прорицателя в край меняется, глаза и рот становятся чёрными, а пиксели бегают по его лицу. Появляется уже знакомая нам ошибка, дальше игра не запускается. Перейдём к разоблачению. Прикол в том, что экран смерти, это не экран, а просто фотография. Посмотрите на это слово, в нём допущена орфографическая ошибка. Вот так пишется это слово на самом деле. Сама игра не сложна в создании, достаточно иметь базовые навыки программиста. Определённые фразы связаны с определённым ответом. Роман Кикин является автором файла Diviner.exe. Кстати, все писки шли из колонок, что не соответствует истории. История Diviner.exe не является подлинной. Субтитры создавал DimaTorzok